12 марта 2018 года. Сейчас я выхожу в прямой эфир на Facebook и, наверное, постараюсь выйти еще на YouTube с очень важной темой, которая есть в нашем календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И, думаю, это очень важная даже тема такая. 18 лет назад произошло событие, которое потрясло весь христианский мир. Обращение Ивана Павла II, Папы Римского, и покаяние церкви в инквизиции, в антисметизме и прочих грехах. Потрясающе было событие, конечно, но до сих пор еще, даже спустя 18 лет, знаете, требует осмысления и понимания, как бы, и вот, слава Богу. Вот этому посвящается эфир. Вот здесь, наверное, вопросы будут уже. Так, и вот, напоминаю, что финансово можете участвовать в моем служении, не только молитвенно. За молитвы благодарю. И, если есть желание и возможность еще и делом помочь, не только словом, но тогда в России, если мое служение хотите поддерживать, то номер МТС можете пополнять. И, таким образом, финансово участвовать в моем служении, в моих поездках по России. Код 915, номер, запишите себе, 915. Если даже вы не в России, но у вас есть родственники в России, знакомые, то сообщите им этот номер обязательно, чтобы они тоже могли принять участие. Каждый рубль, каждая копейка, это все дело Божье, действительно. 915-780-48-74. Еще раз повторяю, 915-780-48-74. Вот, если вы в Украине, то тогда можете на номер Киевстар. На этот номер, это 096-96-266-75. Еще раз повторяю, 096-96-266-75. Аминь. С Богом. Благооставляю всех вас. Вот, это я пишу на эту камеру. Ну и сейчас я буду выходить уже в эфир. А, здесь можно даже, я так понял, добавлять кого-то. Нет, почему-то не работает. Жалко. А, что-то написано, зависает в фейсбук. Ну, надеюсь, все-таки получится сделать сейчас здесь эфир. На ютубе проще как-то идет подобное. Ну ладно, посмотрим. Так, написано приложение, не отвечает. Господи, благослови этот эфир. Благослови братьев, сестер, всех. Вообще, это очень важная тема. И, к сожалению, ей мало времени. Я тоже уделяю. И так вот, попробую перезагрузить сейчас фейсбук. Ну, я, такой пользователь, я, в общем-то, в основном знаю, как, если что, перезагружаться. Ладно. Вот, в эфир. Вот, так что молитесь, друзья, тоже о поддержке. Тоже. А вот, все заработало. Слава Богу. Вот, здесь отметить друзей. Я отмечаю свои дополнительные те страницы. Место, где реформаторское православное служение. Киевская архипископия. Так. Ну, настроение можно не отмечать, в принципе. Оно всегда хорошее. Слава Богу. Христианин-оптимист. В прямой эфир выхожу. С Богом. Господи, благослови. Слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу Святому. Братья и сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господним. Именем Иисуса Христа. Сегодня у нас понедельник, 12 марта. И я на протяжении будничных дней мало выхожу в эфир. Но по утрам включаюсь. Каждое утро вы можете подключаться в 6 утра на утреннюю молитву. Вот. По киевскому времени. Соответственно, в 7 часов по московскому времени. И в 6 часов вечера провожу семинары, предпасхальные семинары. Но сейчас мое включение не по этому поводу. Дело в том, что в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, есть некоторые даты, некоторые события отмечены в календаре, которых нет в обычных православных календарях. И вот одна из таких необычных дат, обозначенных 12 марта, это событие, которое потрясло весь христианский мир. Без всякого преувеличения. Даже сейчас, спустя 18 лет после того, знаете ли, это требует переосмысления. И мы, в общем-то, пережевываем мы, христиане, это событие на протяжении уже почти 20 лет. Вот подобное событие действительно не имело аналога в истории подобного масштаба. Это было покаяние, извинение Папы Римского и покаяние католической церкви. Казалось бы, при чем здесь православная церковь? Я православный христианин, я православный священнослужитель. А при чем здесь деяние католической церкви? Дело в том, что события в христианском мире, они различны на самом деле. И действительно, церковь-то она одна, по большому счету. Желает то, кто или не желает, признает то, кто либо или не признает. Но церковь Иисуса Христа, она одна. И неважно, как мы называемся, католиками, православными, протестантами, или неконфессиональными, или как-то еще выдумываем названия различные. В общем-то, наши все наименования, это так вот, больше человеческое наше, как бы, организационное такое начало. Но, по сути, положа руку на сердце, мы должны констатировать факт, что Господь основал именно свою единую церковь. Она одна церковь его. Один Господь, одна вера, действительно. Церковь-то она одна. Вот, и, конечно, знаете ли, христианская церковь полна до сих пор. И даже спустя 18 лет после вот этого события полна еще, к сожалению, очень многих разделений, споров, разногласий. Как бы, нет, споров это нормально, как бы. И разногласия порой, как бы, ну, нормально. Вот, значит, лишь бы это было в любови Христовой. Когда мы в любви Иисуса Христа все это совершаем, действительно, даже если мы спорим где-то, то не доказывая друг другу свое мнение, а действительно ища истину и, значит, любя Бога и друг друга. В этом христианство, да, слава Богу. Вот, и, дорогие друзья, 12 марта 2000 года, ровно, получается, сегодня исполняется ровно 18 лет со дня вот этого удивительнейшего события. Конечно, оно было уже прогнозируемо. Это событие уже было ожидаемо. Скажу так, после Второй мировой войны христианский мир, он стал очень серьезно изменяться. После Второй мировой войны этого ужаса, который пережило человечество, знаете ли, забрежил рассвет свободы, забрежил рассвет вот действительно нового какого-то мироздания. Снова возродилось еврейское государство. Этот год вообще, 2018 год, он в календаре нашей церкви, в целом, как год, обозначен как год 70-летия Израиля, 70-летие возрождения еврейского государства. И вот в прошлом году мы праздновали также со всем миром, будем так говорить, и с Израилем, 50-летие Иерусалима, как еврейской столицы, еврейского государства. Это величайшие чудеса 20-го столетия, произошедшие вот в 48-м и в 67-м году. И знаете ли, дамы и господа, братья и сестры, эти события действительно, они планетарного масштаба события. И я Богу благодарен очень сильно за то, что первый иерарх, или как бы предстоятель католической церкви, крупнейший в христианстве на планете, христианской организации, структуры, конфессии, будем так говорить, самый крупный вообще. Потому как действительно, ну, относящих себя к католической церкви, христиан, ну, я думаю, что, наверное, половина всех верующих на земле, христиан, так или иначе себя относят к католической церкви. То есть это огромное количество верующих, и предстоятель этой конфессии, самый крупный на планете, слава Богу, имел мужество, Иван Павел II именно, имел мужество признать ошибки, признать, действительно, грехи. И это очень и очень важно. Знаете ли, вера в безгрешность церкви, это, ну, наи такая, наи горькая ересь вообще. Значит, очень, действительно, страшная гордыня. Вот. И я молюсь, как православный священнослужитель, как реформатор православный, я молюсь о том, чтобы вот подобное, пусть не в таких масштабах, конечно, как в католической церкви, конечно, католическая церковь, она огромна. Православная церковь в сравнении с католической, конечно, очень и очень, ну, так вот, ну, мягко так говоря, значит, выглядит порой как бедные родственники, в общем-то, по сравнению, конечно, с католической церковью. Я так утрирую, конечно. Ну, чтобы было понятно. Будем так говорить, значит, людей. Вот, на самом-то деле, если положу руку на сердце, мы должны просто признать правду, что мы отделились на самом-то деле. Схизму начали именно мы как раз, православные, я имею в виду, в 11 веке, отделившись от единства католицизма. Хотя, лично мое мнение, что во многом эта схизма, она послужила во благо нам, и самой же католической церкви во благо. То есть, Бог даже разделение наше порой, Он обращает во благо, к лучшему. Ну, это отдельный разговор, я об этом в семинарах своих по истории христианства рассказываю более подробно. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, сегодня, вспоминая это событие, я скажу так, я с превеликим удовольствием это событие помещал в наш календарь. Почему? Чтобы это было добрым примером того, ну, демонстрацией, будем договорить, подлинного настоящего единства. Ведь покаяние Ивана Павла II и католической церкви 12 марта, совершившееся 2000 года, 18 лет назад, это действительно очень добрый пример. Пример, который и для нас православных, и для протестантов, для всех христиан поданный. И я очень Богу благодарен, что этот пример, он прозвучал, вот, будем так говорить, в начале самом третьего тысячелетия. Я думаю, что само это покаяние, это очень важное событие планетарного масштаба, без всякого преувеличения. И я думаю, что, и надеюсь на то, что большинство православных иерархов, вот, спустя, может быть, ну, вот, почти 20 лет, но все-таки отреагируют на это покаяние именно позитивно, и как на хороший пример, и также присоединяться к этим покаяниям. Вот, в частности, в покаянии насильственном крещении Руси, там, и в других многих злодеяниях, которые на совести до сих пор не омыты покаянием, значит, церковной иерархии. Так вот, и в покаянии жизнь церкви, друзья, обычно так говорят, что, вот, даже Ивану Павлу II тоже самое говорили, что, как бы, противники этого покаяния, как бы, были сторонники всегда, но были противники. И противники, их аргумент обычно был такой, и Папа Римский это признавал покойный, что, значит, что говорили, что и без того рейтинг церкви, он, как бы, слабый и падает. А здесь, как бы, через вот эти вот заявления, как бы, мы рискуем тем, что, как бы, авторитет церкви еще больше упадет. Но, знаете ли, я Бога благодарю за мудрого старца, Бога благодарю за, действительно, значит, Папу Римского Ивана Павла II, который повел себя как мудрый христианский служитель, знаете ли, и он таки принес покаяние и извинения эти. Дело в том, что он рассудил, на мой взгляд, очень-очень даже правильно, и стратегически, и по-христиански правильно. Почему? Потому что покаяние – это унижение, да, это, как бы, падение, да, но это с точки зрения чисто человеческой, будем так говорить, плотской. Но если брать в сторону духовную, это вопрос, если посмотреть, как духовные люди на это все, то тогда мы видим, наоборот, обратную картину. Знаете ли, наш падший мир человеческий и Божий святой мир порой очень похожи на некое зазеркалье. Я об этом часто говорю в проповеди, в беседах в последнее время. Потому что то, что у нас высоко, там это низко. И наоборот, то, что там высоко, низко у нас. То, что здесь выглядит, как, действительно, смирение и унижение, там это выглядит, как высота и, значит, знаете ли, добродетель. И наоборот, то, что здесь гордо, значит, то, что здесь, вот, как бы, поднимается, как бы, и, значит, и, как на дрожжах. С точки зрения неба, это ничтожно вообще, и, значит, это упадочно. Все наоборот. Здесь на земле то, что я даю, там как будто бы я принимаю. И наоборот. Знаете ли, и я не потому говорю, что конфликт такой существует просто-напросто. Нет, дело в том, что тот мир правильный, Божий мир правильный, наш требуется исправлять. Наш неправильный мир. Во многом человеческий мир неправильный. Я думаю, что любой адекватный человек, живущий на этой земле, он должен это просто признать. Просто-напросто. Что действительно это так. Потому что этот мир несовершенный. Вот в своем отпадении, будем договорить, от Творца. В своем отпадении от Бога. Он поэтому несовершенный. Наше совершенство только лишь в Господе Боге, когда мы обращаемся к Нему, когда мы возвращаемся к Нему. В Нем наше совершенство. И сегодняшний эфир в 6 часов вечера, предпасхальный семинар. Я как раз, думаю, более детально об этом буду говорить. Продолжая предпасхальный семинар, я обращусь к теме как раз вот этой. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, братья и сестры из города Киева, Божьей милостью, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Сергей Журавлев, архиепископ. Мир всем вам. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. С Богом. Мир всем вам. Аллилуйя, Аллилуйя. Да, сегодня, тем более днём, не так многие могут сейчас выйти в эфир, но вышли некоторые люди, братья и сестры, слава Богу, вижу знакомые имена. Вот, я выключил уже эфир, вот, думаю, что вечером продолжим как раз эту тематику по милости Господней, продолжим. Слава Богу, вот, и, друзья, молитесь о служении, молитесь о моём служении Господу, вот, и также вот напоминаю снова, надо было в эфире тоже сказать об этом, но уже, ладно, пусть Бог благословит. И, по возможности, поддерживайте финансово моё служение. Слава Богу. Пусть Бог благословит во всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Да. Так, а на Ютубе, я думаю, что, наверное, вечером всё-таки, в своё время, потому что сейчас днём, это в социальных сетях ещё некоторые люди заходили ещё, слава Богу. Хорошо, с Богом, мир всем вам. Продолжение следует... Продолжение следует...